Полиция задержала моего друга Владислава Жуковского. Владислав один из лучших отечественных экономистов, кандидат в депутаты, доверенное лицо КПРФ и помощник депутата Госдумы Валерия Рашкина. Кто вы такие, я что-то просто понимал. Вы не оказываете спросить? Нет, я пройду, я просто... Подождите, подождите, я кандидат в депутаты был. Друзья, еще раз, сообщите, кто... А на каком основании задержусь, что сообщите, пожалуйста? Можешь опиши мне, я сказал. На каком основании? Можешь показать, на каком основании меня? Закон основания, можешь, пожалуйста, я вас прошу? Я вас прошу просто по закону, подождите. Друзья, ну вы делать не понимаете, что вы творите вообще? Вы посмотрите на это. Ноль процентов уважения к личности. Просто механика, просто есть приказ, даже если он не правомочен. За что конкретно задержали, стало известно только после приезда адвоката. Слава богу, адвокатов к нам еще пока пускают. Часть 8, статья 20.2 КОАП РФ. Повторное нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Наказывается сроком до 30 суток. Суд в понедельник, а до суда оставили в отделении полиции. Элитка напринимала законов в соответствии со своими интересами, чтобы народное недовольство не омрачало их рабовладельческий быт. В законах сказано, что мирный выход на улицу группы людей равносилен несанкционированному митингу и подлежит наказанию. Но там не сказано, что убыль населения под миллион человек в год является преступлением против народа. Влад и другие товарищи, которых сейчас судят, сражаются за наше с вами право жить на своей земле мирно. Не отказывайте им в доверии, друзья. Многие сейчас рискуют своим здоровьем и жизнью. Пора объединяться. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»